Кто и не думал, что в маленьком котёнке скрыт такой талант? Кошечке Нимбус было пару недель от роду. Она совсем недавно начала открывать глазки, но тут же закрывала. Мешали грязь и масло, которыми перепачкался котёнок. Таким её и нашли семья Герт, подобрав замурзанный и дрожащий комочек на обочине. Они переживали, что котёнку будет нелегко в доме, где уже живут две собаки и две кошки. Но у Нимбус оказался в наличии очень полезный талант. Котёнка отмыли, начали сушить, да так и оставили возле фена на малом режиме. Нимбус пригрелась и сладко заснула. К счастью, у неё не было травм, просто усталость и слабость. Было решено дать ей пару дней отдохнуть, поесть и окрепнуть, а уже потом узнакомить с прочим зоопарком. В назначенный срок вся кошачья и собачья братья уже пребывала в нетерпении. Дома гость? Но кто это? А ну покажись, зверь неведомый. И вот тут кроха Нимбус проявила характер. Да так, что хозяева едва успели подхватить смартфон и сделать пару кадров. Вот скажите, пожалуйста, кто узнает в этом вздыбленном демонёнке ласкового котёнка? Собаки тоже опешили, а кошки благоразумно попрятались по углам. Нимбус изо всех сил старалась казаться грозной и большой, распушивая шерсть на невероятную длину. Котёнок сурово пищал и не давал, впрочем, понять, как к нему относиться. Это злюка или просто перепуганная малютка. Но потом появился Зетт и всё расставил по местам. Самый крупный, рассудительный и добрый в этом доме, пёс взял опеку над Нимбус, и котёнок доверилась ему. За следующие полгода Нимбус ещё не раз вставала в боевую стойку, но до стычек дела не доходило. Всем и так было понятно, что с Белой Бестией лучше не связываться. И даже когда выросла, Нимбус нет-нет, да и попробует применить старый приёмчик. Такая она, обаятельная злюка.